У меня есть умные часы, которые меряют в том числе пульс. Это и главная измерительная такая часть. И я посмотрел, что в аппе, в приложении, которое в телефоне, частота сердечно-сокращения моих, значит, ежедневная, редко превышает 120 ударов в минуту. А раз в месяц бывает до 170. Я считаю, что должно быть было бы до 170. То есть нагрузка должна быть такой, хотя бы изредка. Изредка это раз в день, в два, в три дня. Чтобы частота сердечно-сокращения, ну, моих для меня, было бы 170. Потому что 170, я знаю это ощущение. Ощущение на велотренажере, когда я достигаю 170, это уже действительно тренировка. Тренировка сердца. Сердце наступает на ту черту, когда действительно необходимы какие-то действия, какие-то изменения могут произойти, скажем, например, с составом крови, или с наполняемостью сосудов, или с сердечной мышцей и так далее. До этого, скорее всего, я предполагаю, что сердечно-сосудистая система работает, скажем так, в нормальном режиме. Так вот, работа в нормальном режиме, она хорошо, но она недостаточно. Недостаточно для профилактики, скажем так. С профилактической точки зрения должны быть экстремальные нагрузки. Экстремальные, именно, вот я говорю, 170 ударов в минуту пульса, которые бы подвергали бы или подталкивали бы сердечно-сосудистую систему на какие-то мероприятия или на какие-то действия, которые эти действия бы, как бы сказать, они бы предотвращали, пытались, то есть, организм попытается предотвратить эти 170. И таким образом, например, может изменить состав крови, или может изменить, ну, сердечную мышцу, соответственно, наполняемость сосудов, проницаемость сосудов, или, например, восприятие органов и систем кислородом и питательными веществами, энергии. Вот. Вот такие вещи, то есть, простая вещь. Эп, то есть, приложение, часы. И стараться, то есть, для меня это 170 хотя бы раз в день. То есть, пробежаться, грубо говоря, для меня 170, это 100 метров, пробежаться на полной выкладке, и будет 170. Вот такие вещи. Но я этого не делаю. Но хочу.